МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таким образом разрешенные быть мирным путём не могут, они сохраняются. Суть этих противоречий состоит в следующем. Первое, что нынешний политический режим на Украине, сложившийся, обеспечить позитивное и поступательное развитие украинской экономики не в состоянии. В этих условиях обеспечить своё выживание он может единственным способом – это развязать войну, продолжать войну, на базе которой обеспечить консолидацию украинского общества и которая позволяет оправдать все те экономические тяготы, которые ложатся на страну, тем самым продлить своё существование. Это первое. Второе противоречие состоит в том, что без экономики Донбасса, Луганска, особенно угольной отрасли, существование экономической Украины будет само по себе чрезвычайно затруднено. Не взять под контроль этот регион, то же самое им решить эту задачу выживания будет очень проблематично. В-третьих, противоречие состоит в том, что это противоречие глобального характера, что Соединённые Штаты Америки ещё до начала украинского кризиса однозначно решили, что Российская Федерация, влагове с действующей политической элитой, возглавляемой Путиным, их не устраивает. Решить задачу разгрома Российской Федерации методами прямых военной агрессии и несостояния могут быть применены только мягкая сила, а для мягкой применения мягкой силы, как, кстати сказать, традиционной агрессии, нужен стратегический плацдарм. Другого плацдарма, кроме как Украина по периметру России, откуда можно было бы начать такие действия, не существует. И поэтому для Соединённых Штатов Америки Украина необходима как плацдарм, для чего и совершали там переворот они. Но Донецкая и Луганская народные республики образуют буферные государства, которые нивелируют практически полностью ценность этого плацдарма. Поэтому интерес Соединённых Штатов Америки центральный состоит в том, чтобы взять под контроль эти регионы. Именно как военно-стратегический плацдарм. Ни одной из этих противоречий в рамках минских договоренностей не разрешено. Это понятно. И поэтому они будут пытаться делать это дальше. И это будет продолжаться до тех пор, пока либо та сторона не поймёт, что этот вопрос военным путём принципиально уже неразрешим, либо та сторона в лице киевской хунты, а я формулирую очень точно, это именно хунт, согласно энциклопедическому определению, рухнет под давлением экономических проблем. Вот два исхода. Поэтому то, что сейчас происходит очередной виток нарастания напряжённости, это естественно и закономерно. Минские соглашения-1, Минские соглашения-2 были вынужденными со стороны киевской хунты и их американских кураторов по одной единственной причине. Киевская хунта в первом и во втором случае потерпела полное военное поражение. Продолжать войну она не могла, и поэтому лихорадочно стала договариваться о мире. Сейчас складывается ситуация, когда, с одной стороны, боеспособность войск восстановлена ещё далеко не полностью, вести эффективные наступательные действия киевские власти пока ещё не могут, но, с другой стороны, и поддержание мира в нынешних условиях уже невозможно, потому что мы все смотрим, как развивается глубочайший экономический кризис на Украине, когда даже идеологический стержень нынешней киевской хунты в лице правого сектора, нельзя забывать, что важнейшим элементом власти, любой власти, является идеология, а у идеологии всегда является носитель, есть носитель. Вот у киевской хунты идеология радикальный национализм, а её носитель является правый сектор, и вдруг он является врагом, они выбивают сами из-под себя свою идеологическую опору. И в этих условиях явного ослабления власти, другого выхода, кроме как попытаться, пусть не наступление, но развязать военный конфликт, активировать, скажем так, мягко тлеющий военный конфликт у хунты не остаётся.